мои дорогие всем здравия души и тела и гармония во все времена с вами как всегда рядышком полина сухова и сегодня мы поговорим на очень животрепещущий во все времена тему денег реформа денежной реформы что же стоит за цифровой валютой на самом деле ну и куда вкладывать деньги рекомендации от пропсихолога который получает информацию с тонкого плана для себя я точно знаю куда я буду вкладывать деньги но соответственно вы можете тоже как-то что-то взять из этого из этой информации что-то полезно для себя и так мои дорогие мы вообще немножко подзабыли то что то одно событие то другое то просто лето просто хочется отдохнуть я вас так понимаю мне самой нужно сидеть писать программу академии ну как писать она уже есть но в принципе здесь много деталей чтобы и продвинуть правильно и грамотно все оформить и заняться то есть это требуется очень много времени ресурс не хочется вообще это делать даже такие хорошие погоды стоят хочется насладиться да тем более такой затишье более-менее в мировом масштабе но в любом случае нам нужно немножечко знаете приобретать уже иммунитет такой потому что когда ты вот таких розовых очках и тебе такой поддых хороший делают да ты не ожидаешь и этот удар держать не можешь и короче сваливаешься сюда вот что-то подобное у нас было с пандемией но нас это закалило на самом деле это приобрело многие приобрели иммунитет к очень хороший против вот этой лжи в сми против того что у нас пытались сломить наш дух многие как раз и вот это все связано между прочим эта связочка такая следующая то есть начало нас пандемии чтобы нас сломили приучили нас к тому чтобы ты не делала тебе у тебя ничего не получится и лучше не рыпайся иди как овца на заклане и что тебе скажут то собственно говоря ты и делай это следующий шаг в большой игре реформа цифрового рубля то есть не рубля но рубля в том числе и цифровой валюты и так что же стоит на самом деле за цифровой валютой на самом деле и сегодня я дам достаточно экспертное мнение очень такого достаточно значимого уважаемого человека в сфере финансовых систем сейчас я как раз о нем немножечко вам зачитаю ну и помним что у нас у нас в россии уже в начале июля госдума одобрила закон который фактически вводит цифровую рубль рубль как третью форму национальной валюты они всегда делают по чуть-чуть то есть планируется что для обычных людей переводы платежи в цифровых рублях будут бесплатными а тариф для бизнеса составит 0,3 процента от платежа закон вступает в силу с 1 августа 23 года то есть нас приучает как лягушку которую вот представьте банка с горячей водой даже с кипятком наверное если ты кидаешь лягушку то она до рефлексы выпрыгнуть быстро да если кладут лягушку прохладную воду или там чуть тепленькую и нагревают постепенно постепенно и постепенно воду то она соответственно там остается и просто она сваривается то есть но вот как бы тоже такие интересные эксперименты были значит начнем мы здесь разбираться как обычно я кстати уже выкладывала очень подробно хорошие видео по поводу цифрового цифровой валюты и что за этим стоит то есть не что за этим стоит нет немножко он ведь это извиняюсь . немножко на не то что стоит да а чем это может обернуться какой форме какие моменты нам ожидать от этого все процесса и значит начнем с экспертного мнения одного из авторитетных специалистов в области международного банковского дела и развития с многолетним опытом в разных странах кто же это это немецкий экономист ричард вернер который имеет много знаний регалий сейчас буду перечислять это нужно для того чтобы вы понимали что это человек не просто там вышел на youtube блогеры там набрался где-то информации и собственно говоря вот он что-то там вещает значит это член колледжа линок линокор 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 в оксфорде университетский профессор банковского дела и финансов основатель и председатель общественной компании учреждающие некоммерческие общественные банки великобритании до июля восемнадцатого года был профессором международного банковского дела в университете south game гемптона 6 лет был доцентом кафедры экономические и финансовых в университете софии в токио один из трех лучших частных университетов японии 6 лет он там был доцентом кафедры имеет многолетний опыт управления глобальными макрофондами несколько лет в качестве старшего консультанта в азиатском банке развития был там до февраля девятнадцатого года ричард много лет был членом теневого совета европейского центра банка известен как сторонник новые посткризисные денежно-кредитной политики в 2000 третьем году всемирным на всемирном экономическом форме давосе его назвали мировым лидером завтрашнего дня и вот этот один из главных экономистов в в начале июля дал сенсационное интервью ирландского ученому и журналисту айвару каменсу в котором откровенно рассказал с какой целью и каким способом мировое правительство внедряет цифровую валюту в комментариях я отдам ссылку на свой канал telegram соответственно там будет ссылка на вот это значит интервью чтобы это не просто были мои домыслы соответственно а это было подтверждение фактами подписывайтесь на канал соответственно там ее найдете на данный момент ведутся переговоры то есть в этом интервью там рассказывается следующее что на данный момент ведутся переговоры о введении управления цифровых кошельков через приложение в телефонах нам это уже не секрет то у нас уже нас приучает потихонечку через быстрые переводы платить то причем это выгодно там очень тебе скидки и пять процентов где-то где-то 10 в общем тебе везде прям очень хорошо а я даже видела такие видео где значит ты только должен обязан просто обязан оплатить через телефон если эти телефоны нету то соответственно ты вообще не можешь влезть в автобус и соответственно наличкой ты не можешь оплатить и тебе еще штраф будет за то что ты не оплатил то есть это вот я сама посмотрела эти видео на у блогеров на youtube значит по словам ричарда вайнера в недалеком будущем планируется цифровой кошелек переводить внешнего носителя с телефона внимание друзья мои на внутренний что же за кошелек такой внутренний то есть внедрять в виде микрочипа людям под кожу микрочип по размеру не будет превышать маленькой рисовой зернышкой эти понимаете это не как же забыла слова то ой друзья мои но сейчас вспомню эзотериков которые ищут все какие-то что ж такое то друзьям в общем напишите комментарии как они называются я сейчас вспомню значит ричард верна считает что вот это микрочип по размеру не будет превышающим маленькое рисовое зернышко который будет куда-то внедрено человека интересно куда в одинаковыми стали в разные это тоже кстати имеет значение потому что где-то у нас очень чувствительные тела они не просто так будут вам знаете где где вы хотите а там где наибольшее влияние он будет воздействовать на нашу психику на наше мышление и соответственно наше действие в жизни и так ричард варнер считает это оскорблением человеческое достоинство говорит что организаторы этой процедуры понимают что есть препятствия чтобы убедить людей принять их план поэтому во всем мире устраиваются экономические кризисы войны инфляции пандемии и так далее все это подготовленная такая плавная линейка для того чтобы просто-напросто управлять людьми уже стопроцентно да чуть попозже я расскажу почему они это делают да для какой цели то есть вот это вот в конце видео будет самое интересное значит кстати в своей статье в марте этого года он ричард писал что в течение последнего десятилетия десятилетий центральной банки неуклонно работали над введением цифровой валюты и при этом проводили политику которая убивала тысячи мелких банков и за последние 20 лет в еврозоне исчезла более пяти тысяч банков вернемся к интервью вернер утверждает что когда люди будут все больше нищать тогда будет предположена централизованно ввести всемирный базовый доход вот это еще одна фишечка на что крючочек на которые будут цеплять людей слабых духом и не понимающих не образованных не информированных безграмотных и так далее которые в страхах находятся например каждый по поводу базового дохода что и такое то есть например каждый месяц безработный сможет получать по 2000 евро условно ну или в своей стране естественно своя какая-то цифра она будет приблизительно является прожиточным минимумом может быть чуть плюс к прожиточным минимумом в стране он у всех разный но вот эти деньги которые будут даваться вот просто так человеку за то что просто у него есть чип можно будет получать значит их только в цифровой валюте причем с внедрением чипов тела и не то что возможно что многие согласятся а просто ну представляете ты пашешь ты уже у тебя уже сил нету и тоже не знаешь как выйти из долгу эти просто так дарят деньги ну конечно человек социсты небезысходности от линии от нежелание вообще развиваться то есть разные причины могут быть от страхов каких-то то есть сначала нас будут пряником загонять как обычно потом это будет кнут причем будет такой достаточно интересный и и жесткий потому что сейчас только можно предполагать но зачем нам пригор программировать это да мы это посмотрим как они будут делать да ну а вообще как бабки не ходила же не смотрю историю прошлого как это было то есть ограничение то есть туда нельзя как у нас было без маски туда нельзя сюда нельзя вот ведь нельзя сиди дома то есть ты можешь жить но жить в очень в ограниченных каких-то условиях будет это такая же история значит дальше мы идем по признанию эксперта ричарда цифровые деньги это не столько валюта сколько программируемый тоталитарный инструмент для контроля манипуляции людьми для принуждения их к определенным действиям и повиновению например цифровые деньги центробанков могут блокировать за любое нарушение за обсуждение правительство вообще вот все что им не понравится или то что им нужно то есть это просто реально рабство цифровое можно его назвать как-то по-другому то есть таких вот хотят тут биороботы то есть вот куда их направили туда собственно говоря они идут цифровые деньги центробанки могут блокировать я уже сказал что за любое нарушение также они не будут функционировать за пределами 15 минутных городов ну то есть если 15 минут от города вы отъехали так оба они уже работать не будут представляете вас ограничили вот вы сидите нормально так объясняет и например заботы об экологии превышение выбросов co2 в атмосферу ну и так далее то есть поводов найдут на самом деле очень много как чтобы вы сидели на месте молчали и выполняли только то что нужно так почему профессора в решил приоткрыть завесу планов глобалистов серьезный такого члена этого сообщества и тут бац и он против собственно говоря может он сам был разрабатывал внедрял и так далее дальше он думался ну для нас точно остается загадкой хотя можно посмотреть конечно тонком плане но мы знаем что любые планы которые делают силы сдерживания они должны быть озвучены озвучены раз а когда они еще и озвучиваются они и как некая система программирования тут же допустим какие-то сенсационные вещи тоже разносятся люди начинают пугаться страх соответственно все и вот это вот знаете какая вброс такой пошел и пошло 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 то есть страх вот это накаливается люди в панике они совершают больше ошибок и соответственно вот эта волна энергетики негативная она еще еще один такой ну как подоили людей да ну здесь то на этом канале вы знаете что у нас мы все во благо что все идет как надо и мы все можем перевести свое благо свое развитие главное мы разбираемся причинно-следственных связях и в замыслах творца зачем же нам все это нужно так вот почему же почему же почему же почему же они вот так сейчас тотально начинают управлять нами пытаются потому что по сути своей все-таки не удалось им во время пандемии того что они хотели да собственно говоря не удастся на самом деле по замыслам творца это тоже некое обучение то есть давайте так разберемся сначала то есть помните что у нас были эгрегоры негативные деструктивные всякие разные религиозные то есть это коллективные души коллективные бессознательно которое имеет свой разум и высшие цивилизации собирая вот эти эгрегоры по подобию вибрации мысли действиям то соответственно они управляют то есть у них есть очень много вот этих эгрегоров было эгрегоров которыми они управляли с тонкого плана то есть через мысли через бросу деструктивных программ через энергетику то есть там много было систем управления я сейчас эти эгрегоры то есть эта система она развалилась я уже говорила что матрицы 3d управленцы они потеряли уже вот эту силу вот этот аквариум которому были ограничения он разрушился то есть мы сейчас на самом деле особенно осознанные можем вообще свою реальность сделать так как мы хотим вообще в буквальном смысле это не не метафоричном для людей которые более материально приземленно для них это трудно понять как это когда я могу изменить у меня такую там папа полная там вообще все полный трендец типа я тут могу изменить ну родной если ты сделаешь то ты можешь это изменить потому что тому фактов очень много когда человек может жить 20 30 40 50 даже 60 лет в деструктивных негативных установках он не видит их не понимает что он так живет а все внутренние то есть внешнее проявление внутреннюю как он изменил какую-то программу у меня последним был была история пришел ко мне мужчина достаточно возраста и там была одна установка которая собственно поменяла его финансовый поток то есть понимаете то есть финансовый поток шел мимо него и он сам своим мышлением и поведением это делал то сейчас все вот достаточно просто было одного сеанса для того чтобы у него вот это все он осознал он понял что за глубинная программа сидит да а программа такая была что я герой если я решаю чужие проблемы и он делал все для того чтобы быть для себя героя даже не для других людей он доказывал себе что я хороший и он решал все чужие проблемы которые уже ему так навалились то есть обратку во первых черная неблагодарность люди тут же ему присылали потому что он не имеет права даже не то что там он должен он не имеет права решать чужие проблемы которые к нему не относятся ему вселенная тут же платит черной неблагодарности через этих людей и не то что перекрываются ему поток он влазит в такие долги из-за этих чужих проблем которые он решает что на миллионы вот понимаете решая чужие проблемы человек заработал себе в минус кармию миллионы и соответственно сейчас когда он поменял там он понял программу убрал это соответственно вот у него пошел поток а это в виде отсеиваются отсеиваются значит клиенты отсеиваются те партнера которые отсасывали от него и приходит наоборот те которые будут ему давать потому что он сейчас полюбил себя он поменял приоритет так немножко отвлеклась я так вот мои дорогие игры игры нами управляли сейчас эти игры игры разрушены и так как им же нужно опять управлять они не могут не управлять нами они всегда нами управляли соответственно вот знаете паства разбегается души которые до осознают слушай а чего бояться то все нормально все идет как надо да во благо принимая очень хорошо и соответственно пошел смотреть что у тебя за установки убирать эти страхи и живешь свободно и в другой реальности по секрету скажу когда ты вышел на другой уровень осознанность сознания измерения все другая реальность у тебя вообще все хорошо и и им что-то нужно делать соответственно не придумывать все вот эти способы интересные ну и соответственно это тоже такой хороший пинок для того чтобы большая часть населения все-таки проснулась осознала кто они зачем они пришли что им нужно делать и что поняли что смысл жизни не только материальном в росте души в развитии в созидании в гармонии единение прийти к безусловной любви то есть на другие совершенно принципы должен человек выйти нравственно и этически и понимать косметические правила знать их они изложены как минимум у меня в четко ясно коротко в книге правил игры мироздания можно ее скачать без оплаты на моем официальном сайте можно в ауди формате послушать 50 процентов можно в бумаге купить вот такой килограмм знаний почти 700 стран но зато там все четко и основанное на эмпирическом мировоззрении на на исследованиях научных доказательствах и так далее как работает законной вселенной и выполняешь их у тебя все хорошо нарушаешь ты родной на тебе все сыпется хочу откуда вообще-то не понял и действительно так есть некие правила космоса которые очень важно знать и соблюдать так вот мои дорогие что же делать то наша задача как обычно вы знаете для нас уже ничего нового на самом деле мы уже это проходили этап и тот кто выкарабкался выкарабкался из этого с плюсом а тот кто не поддался на все эти уколы кто как минимум применял все эти маски и все такое вот у нее знаете гордость огромная за тот период и мне многие шлют благодарность мне потому что я была яром противников против всего это сама показывала примера нанимала юристов за свои деньги за огромные деньги для того чтобы давать некие образцы как отстаивать свои права про чтобы не носить эти все тряпки и вот эти люди они чувствуют этот во-первых стержень уже они приобрели иммунитет они к своей карме прибавили прям вы видите это не тысячи это не не сотня это на или миллионы то есть вы с достоинством прошли это конечно без оценок и осуждений те которые поддались на это которые сделали это каждый тоже сейчас расплачивается за это то есть до вселенная в любом случае показывает обратную связь и говорит что родной был то выбран страх а не вера высшие силы и принятие этой ситуации немножко с другой стороны вот надо было чуть-чуть потерпеть ну и как обычно здесь тоже нужно всегда друзья мои смотреть быть состоянии наблюдателя со стороны наблюдать за все за всем этим хозяйством который будет происходить безобразием да с точки зрения если человеческого сознания потому что с точки зрения высшего космического права высших сил все это закономерно и мы должны это пройти во-первых не влазить во вот эти нововведения которые они это делают по минимуму вот эти спб потом значит дальше у нас пойдет что пользоваться этой цифровой валюты то есть нужно оставаться как по максимуму до тех пор пока у нас ходит живой рубль ну и вообще живая валюта и соответственно обычные наши переводы банковские потому что если банков не будет а ведь вот это цифровой рубль все и там один банк один и вот там он вот там кнопочку сделать прикроет всем а остальные банки да там сколько банков нужно там столько все официальных документов нужно для того чтобы перекрыть там банк чтобы он там допустим вас обесточил финансово поэтому здесь можно сказать там пытается все сделать сложить все мировые деньги в одну корзину где будет управляться вот там единственный там кабинет место где там скажет фас в центральных банках значит стран нажмут на кнопочку все перекрыт весь кислород да он даже веточка опустилась поэтому наша задача максимально оставаться на старых старых финансовых взаимодействиях когда уже они конечно закрутит гайки то есть сначала не пирожками будет завлекать и вот вот наблюдайте будут по-всякому и там скидки и здесь вот это 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 вот да ты иди родной сам да давай 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 тебя приучают это называется выученная беспомощность когда ты вот каждый раз каждый раз тебе сначала знаете заманила тебя в клетку тебе сыр вот так перед тобой вот там прям показывают да ну дадут щепоточку да но съешь чуть-чуть да как классно то иди родной на клеточку потом бац она закрывается и все и там уже человеку ну конечно выбраться всегда можно по-разному или уже в дом души и как-то иначе я не знаю как там будет из этой клетки вот этой финансовой но это будет рабство конкретно это еще похлеще будет чем вот это пандемия так вот что делать то первое я уже сказала что вот ветер перемен пошел первое это быть наблюдателем постараться оставаться на в старых валютах второе это конечно же нужно взращивать вот этот внутренний стержень и максимально вы вот сейчас уже давно уже это нужно было нужно было взращивать веру веру вселенной своим духовным наставникам что они вас ведут они вам помогут при когда внешних сложных событиях и сложном выборе что они вас всегда поддерживаю что они не оставят вас без хлеба насущного что они вам помогут как-то выжить да это сейчас не война не голод какой-то то есть мы давно уже вот забыли что и такое и слава тебе всем всем высшим силам да что у нас нет такого ну в любом случае страхи точно такие же остались как и раньше было хотя не знаю когда может быть во время войны их меньше они на передовой так вот наша задача взращивать вот эту веру и связь с духовным миром слышать видеть знаки интуицию прокачивать потому что именно она нам подсказывает видение что нужно делать куда не нужно идти куда нужно идти таким образом вот ты в потоке находишься то есть интуиция вера и связь духовными наставниками то есть максимально это делать кто не знает как прокачивать интуицию как читать знаки тоже есть другая моя вторая книга что хочет от нас селены или разгадывание знаков для чайников то есть тоже можно ее приобрести на моем официальном сайте или на волоберис тоже есть ну и там и правила время раздания тоже есть это все мои книги есть вот и друзья мои это это вот два важных момента до третье когда вы знаете не надо забегать далеко вперед потому что вот когда у нас будет уже конкретно что-то тогда мы будем решать но все идет к тому что у нас будет скорее всего другая независимой от этой центральной мысли мирового правительства всех затащить в значит в цифровую тюрьму а будет альтернативный способ взаимодействия друг с другом да многие говорили об артере каких других системах да это что-то будет близко пока мы не знаем как это будет точно потому что это будет только понятно тогда когда нам перекроет там кислород и нужно будет срочно развивать вот другую сторону это будет какой форме пока не понятно просто знаете что выход есть всегда вот это наверное главный посыл этого видео для вас не важно цифровая там реформа там война наводнения другие какие-то у вас не знаю вы в кредитах по грязли вообще дальше некуда вас там предали у вас там погибли ваши близкие и так далее помните выход есть всегда высшие силы всегда его дают они предоставляют какие-то задачи но в том же время она предоставляет полный спектр инструментов людей помощи ангелов во плоти здесь на тонком плане и так далее всегда вот это вот прям себе знаете баннером где-нибудь напишите себе на заставке себе вот давайте вот stories где-нибудь не stories и как это на заставочку сделайте какой-нибудь кто умеет там все это делать выход есть всегда выход рядом ангел с тобой и так далее то есть вот это очень важно дальше вопрос куда вкладывать деньги обещала я скажу да вы знаете вот сейчас очень актуально многим вот если денег не так много и ты не знаешь куда их вложить вложите в здоровье потому что чтобы выдержать вот эти вибрации высокие вот эти постоянные активность нашего солнышка до которые помогают нам пройти в другое измерение то есть все это очень сильно влияет нашему физика физика отстает на самом деле я уж не говоря о том что нужно вести здоровый образ жизни дыхание питание движение расслабление и так далее то есть вот здоровье сейчас очень актуально если вы давно не занимались зубами у вас есть деньги идите сделать о себе зубы если потому что зубов и зависят очень много друзья мы это ваш пищеварительная система на самом деле значит я и в том числе позвоночника дальше значит если у вас что-то я не знаю вы у вас давно много болезни идите обследуйтесь попросите духовных наставников чтобы вам дали нормальных хороших врачей которые правильно поставить диагноз и не будут с вас выкачивать деньги то что финансовая сейчас эта система очень достаточно знаете такая палка двух концах потому что там действительно идут чтобы заработать деньги а не помочь людям то есть но если вы дружите с высшими правами расстройства если вы самосовершенствуетесь просите своих духовных наставников дать именно тех врачей которые нужно вам дадут действительно нужно сами изучайте какие-то вопросы оздоровления до питания и так далее так далее ну в общем в здоровье это очень классно второй момент я всегда радуюсь за то что я сейчас занимаюсь своим здоровьем знаете вот у меня еще были там хвостики которые потянуть но мне не приходили специалисты нужны которые бы могли и диагноз я уже давно поставила специалиста который бы мне вот это дал мне правильное лечение потому что там это мелочи это такая не сказать что серьезная вещь но она такая знаете вялотекущая которую тоже просто хочется убрать да но что и да мне дала мне вселенная этого действительно супер доктора который за раз первые сеансы года я вас вылечу очень все просто и так далее думаю ну наконец-то ребятушки благодарность огромна то есть это как пример это уже с моей жизнью значит второе вкладываемся в радость радость то что вы хотели путешествие помните опять же нашу пландемию когда мы так жалели когда нам перекрыли кислород мы не могли ни туда ни сюда никуда не съездить мы откладывали какие-то свои мечты какие-то свои долгожданные проекты именно то что вы хотели для себя хоба перекрыли должен вот туда бы пошел там караоке потанцевал бы съездил бы куда-нибудь купил бы себе чего-нибудь а нет сиди родной вот туда скалься в телевизор скалься в телевизор сделайте себе что-нибудь такое потому что когда если цифра мы деньгами начнут перекроют очень многие люди потеряют деньги потому что они сделают так если у кого-то наличкой понимаете вот тут не у них ты их никуда не спрячешь вот понимать какая засада то в чем если ты в наличку их уберешь то они завтра объявляют что налички нет и там скажут обменивают только энное количество рублей остальное чего идите клеите обои разжигайте костры шашлыки то есть это что хотите уже с ними делайте на память вот если они соответственно электронные деньги переведут а в кошельке то же самое абсолютно вот сейчас спрятать если так вот ну там доллара евро там рублей друзья и я не вообще никуда вы их не спрячете абсолютно понимаете то есть час x он уже намечен и на тонком плане все до да конечно нас будут предупреждать об этом поверьте когда нас будут предупреждать . половина человечества предупреждено и все будет метаться что с этим делать конечно же это можно недвижимость конечно же это можно что-то другое там сделать вложить ну помните что прежде всего это не просто чтоб вот цель должна быть внимание друзья мои много уже записывая времени но очень ценные лайфхаки вам дают не цель сохранить деньги потому что деньги это а цель вас должна быть чтобы вы вложили туда где вам будет приносить это радость радость будет какую-то ценность вам давать обучение какое-то хотите давно хотели идите обучитесь чему-нибудь то есть в любом случае вот нужны деньги обучение но недвижимость но та которая действительно реально для вас а те которые пытаются сохранить деньги друзья мы они в любом случае то есть цель такая да они не сохранят ну потому что цели слишком намерение слишком низкий низковаты для вселенной сейчас это уже принципы не работает вот ну собственно говоря давайте я вам дам еще карту карту для нас всех это из денежного потока колода не моя но тоже мне очень нравится она такая таро передела на финансовый поток вот и сейчас для нас все как на что нам сделать то сделать так как на что нам обратить внимание сейчас на данный момент финансовые своей сфере но вот карта сразу ушла усталость пресыщение четверка кубков вас окружают финансовой стабильности вы сконцентрированы на работе чтобы обеспечить себе высокое положение в обществе умственная работа расширение профессиональных контактов но опасность в том что вы закрылись от предложения не видите хороший хороший вокруг то есть по сути сказать это можно сказать что сосредоточен на деньгах на деньгах о чем я и говорю друзья мои друзья мои все что такое деньги деньги это эквивалент нам нужны не деньги мы хотим а мы хотим получить эмоции то ли стабильности то есть там не деньги все хорошо я выдохнула все нормально у меня голова не болит да то ли удовольствие я хочу в машинку я хочу кофточку я хочу поехать куда-то до эмоции эмоции или стабильность то есть эмоция радости удовлетворения или стабильность а в любом случае это эмоция так вот в эмоции вкладывайте с хорошие хорошие эмоции вот все хорошо и конечно вот я говорил уже образование это тоже классно мои хорошие всегда рядом полин сухова пересылайте это видео делитесь комментариями всегда рада все хорошо будет друзья мои